Приветствую вас, дорогие мои слушатели! Сегодня продолжим мою сагу про, собственно, строительство дома. Кто помнит, давайте сегодня без всяких вступлений. Кто помнит, мы закончили в своем предыдущем касте на этапе, собственно говоря, откачки вот этих вот дренажных вод, которые появляются из-за бесконечных дождей летом 2017 года. Это раз. И второй еще был каст, посвященный тому, как я искал, собственно, бригадиров, исполнителей, то есть вторую бригаду, на укладку ФБСов, потому что на первую бригаду уехала. Сразу хочу, ребят, сказать, что у меня уже есть видео про ФБСы, но там очень много воды. Конкретно здесь я покажу саму укладку. Отдельно будет каст про, собственно, стоимость. Еще раз упомяну достаточно коротко, лопедарно, почему я выбрал именно ФБС, почему конструктор на них сосредоточился. И, конечно же, я наконец это снял в таймлапсе, плюс будет видео, будет фотки, и я покажу, как это все выглядит. Так что сегодня тема сегодняшнего каста – фундамент на блоках ФБС. Поехали! Итак, первое, с чего хочется начать, ребят, так как я говорил, что рабочие накосячили, в предыдущей моя бригада накосячила, то есть она не увидела, даже про это есть отдельный каст, что отметки на строительных чертежах всегда идут от уровня чистого пола. Они взяли отметку от земли и зарылись на лишние полметра в землю. Соответственно, так как блоки, высоту блоков ФБС конструктора подбирали исходя из этого, то получалось, что теперь блоки ФБС практически, ну, упирались в уровень земли, то есть были даже еще ниже из-за вот этого косяка, и, соответственно, мы бы все равно из земли не вылезли из-за вот этой вот ошибки рабочих, и, соответственно, практически не могли бы, ну, засыпаться, то есть у нас все равно были бы ямы на участке. И, как следствие, нам потом бы пришлось сделать больше сам армопояс верхний. Ну, точнее говоря, он обычно называется нижним, но вы поняли, да, то есть первый армопояс, который идет вот от уровня земли. Окей. Соответственно, что мы сделали? Я покажу все это на чертежах. Во-первых, мы у нас стояли в чертежах верхний третий ряд ФБСок тридцатка. Мы поменяли его на шестьдесятку. Это раз. Второе. В некоторых местах зачем-то конструктор собирал, собственно, наш фундамент. Есть, смотрите, три ассортамента, три типа размера по длине вот этих блоков ФБС. 2400, 1200 и 900. Соответственно, в некоторых местах он зачем-то пособирал нам блоки из девятисотых, несколько их пособирал. Там, где можно положить один, например, ты там, ну, более длинный, да, то есть зачем-то несколько 1200, то есть метр 200 блоков положили, хотя там, например, можно было положить 2400. То есть вот такие допустили косяки. И, кроме того, конструктор, естественно, не учел, хотя архитектор старался, честно скажу, он старался это проработать, он старался найти в моем регионе поставщиков, но до конца у него не получилось это сделать, и он не учел момент логистики, а он, по сути, решает. То есть смотрите, как эти блоки доставляются. Про это должен быть отдельный каст, про доставку, но сразу расскажу, то есть есть некие цементные заводы, то есть это не на цементном узле, как правило, льется, это все-таки даже какая-то инфраструктура, берется форма, ну, определенная, да, такая опалубка металлическая, соответственно, она уже сделана под нужный типоразмер, туда просто заливается нужный раствор, потом он там в лаборатории проверяется, проводится какие-то испытания и, ну, не каждого, наверное, блока, а там какой-то там из партии. Вот. И, собственно говоря, все, то есть никакого армирования внутри нет, единственное, что вставляется, это уши для того, чтобы можно было транспортировать, то есть поднимать это краном, там, манипулятором и так далее. Как это доставляется? То есть у заводов есть, как правило, свои длинномеры, все эти блоки грузятся, да, нам нужно было 100 блоков, это большое количество, все эти блоки грузятся, соответственно, в фуру, в длинномер и везутся. У нас самый ближайший завод, так как я строился под Чеховым, был, соответственно, в Подольске. Крупный завод, он такой типа полу-государственный, то есть, видимо, бывшая государственная контора, которая сейчас стала ОАО. Соответственно, там действительно делали качественные, хорошие блоки, то есть батя у меня раньше работал в этой бетонно-цементной системе, он как бы разбирался, поэтому, ну, чуть позже потом он подтвердил, что действительно это как бы своя контора и делают там хорошо. Соответственно, я не помню сейчас название, но давайте в ссылках к описанию приложу, кому нужно, где мы заказывали. Ну, а фишка в чем? По-хорошему, если нам там заказывать и 2400, и 1200, то это надо брать фуру, и возникает проблема, смотрите, эта фура к нам на участок не заедет, потому что нету дорог, ну, длинномер, да, то есть машина с открытыми, ну, как бы с бортами, да, то есть нам открытым верхом, то есть не закрытая фура, да, ну, как бы объясняю для девочек. Соответственно, эту машину надо найти где-то место возле участка на асфальте, куда она доедет, и дальше оттуда все это снять каким-то манипулятором вездеходом и довести. Мы поступили по-другому. Завод АПЕКС чеховский, откуда мы заказывали бетон. Оказалось, что он льет вот эти вот ФБСы новые, соответственно, да. Почему, кстати, не заказывали бушный, сразу скажу. Ну, потому что это геморрой найти, то есть, ну, не ездить же с манипулятором по Москве и откуда-то их тырить. То есть это надо вбивать там, кто продает бушный ФБС, искать этих поставщиков. Ну, не поставщиков, а вот те, кто продает чизовит, еще через что-то, то есть ездить, смотреть. Это геморрой. Времени было очень мало, потому что уже был август, мы профукали очень много времени с поиском бригады, на носу была осень, и, по сути, у нас было три теплых дня за все лето, в которое нам надо было это положить. То есть не успели бы, и практика это подтвердила. То есть потом мы бы просто там утонули, короче, в болотах, потому что потом лило, вот, все, до зимы уже. Вариантов не было, поэтому что-то там искать, бегать по каким-то Авито, разыскивать эти ФБСы, у нас просто не было возможности. Поэтому вот решили просто, да, заказать тупо. Тем более они половины были раскрошены, ну, вот если бы это было бушное, да, и это как-то, ну, не знаю, мне это не очень устраивало чисто вот эстетически. Окей, значит, поэтому мы решили так. Но Апекс лил только 2 400, но при этом у него была дешевая доставка, потому что из Чехова там, ну, 10 километров, 7, 7 километров до нас, то есть небольшое расстояние, за 1000 рублей они готовы были нам все привезти. То есть там получалось что-то порядка 10 машин, ну, по 1000 рублей, то есть где-то там в районе, ну, 9 тысяч за доставку, потому что там чуть меньше, там не 8 машин, они, ну, больше, не 10 машин, они 8 впихнули. И, соответственно, ФБСки 2 400 мы везли из Чехова. А вот остальные ФБСки, была отдельная операция, я про это расскажу в отдельном косте. Значит, смотрите, ФБСки, которые из Подольска мы довезли заранее, они уже лежали на участке, разгрузили манипулятором. Дальше мы нашли кран, я про это тоже там рассказывал в отдельном косте, он тоже заранее приехал, там за час встал. Рабочие, как я уже говорил, они оказались мутные, то есть как бы я позвонил человеку, мы договорились, он такой, ну да, я приеду. И как-то это очень неуверенно говорил, поэтому был определенный страх, он приедет, не приедет. Соответственно, ребята, мне повезло, они приехали, то есть он, причем, если предыдущие рабочие хотели 120 тысяч, работали вдвоем, то этот чувак, во-первых, сам половину стройки контролировал, сам бригадир, во-вторых, приехали, по-моему, раз, четыре человека, да, четыре человека приехали, и мы еще с ними помогали, то есть мы это все делали очень быстро. Еще один косяк, который, соответственно, сделал конструктор, оставили много окон в некоторые, которые под заливку, да, окна это между блоками, там пришлось очень быстро городить опалубку, все это заливать, соответственно, бетоном, поэтому окна для чего оставляли? Ну, потому что не получалось прям четко под нужную геометрию поставить эти блоки, потому что какие-то окна нужны были, чтобы гильзы пустить там под водопровод, еще под что-то, какие-то окна нужны были под веншахты, в общем, окна были, поэтому ребята еще лили, соответственно, окна. Итого, сразу скажу, что предыдущие ребята хотели с нас 120 тысяч, работая вдвоем, здесь ребята четвером, содрали с нас, по-моему, 60 тысяч, еще десятку они взяли за заливку окон. И, собственно говоря, плюс корновщик, 13 тысяч смена, я расскажу отдельно, сделаю такой каст, где я все расскажу про цены, и мы клали все это дело три дня, то есть пятницу, субботу, воскресенье, по-моему, так, нет, субботу, воскресенье, понедельник, как раз вот были жаркие дни, и еще я приезжал во вторник, потому что они не успели до конца там дозалить какие-то окна, уже очень было поздно, и какие-то окна они дозаливали еще остатки во вторник. Итого, три дня на укладку и еще один день на заливку каких-то окон. Соответственно, ну, здесь уже, я думаю, будет идти видеоряд, где я буду все это показывать, как это все длилось. Сразу хочу сказать, что вот эти вот окна, конечно, ребята очень быстро их делали, за этим респект, я, конечно, посмотрел, как это все делается, в принципе, понял, что ничего такого сложного там нет, ни по установке опалубки, ни по заливке. Была внешняя бетономешалка, мы заказали несколько мешков цемента, соответственно, песок, заказали щебень, и они просто это месили на месте и ведрами носили, заливали. Но, действительно, крепкие ребята, то есть, мне было тяжело поднять эти ведра, и, ну, за этим респект, то есть, за небольшие деньги, на самом деле, сделали они очень круто, и вот, впоследствии, пока меня вот этот чувак не разочаровал своими ребятами, дальше я буду стараться дергать в основном его. Отдельно хочу сказать, что многие заходят, я подозреваю интернет-каст, задаваясь вопросом, почему вот многие пытаются сами как-то, так же, как и я в свое время, определиться с вопросом, почему именно там фундамент ФБС, почему именно там не лента, например, да. Еще раз говорю, ребята, не занимайтесь ерундой, то есть, вот, если вы хотите мое личное мнение, не занимайтесь ерундой. У меня по этому поводу есть каст, на который вот до появления вот этого все заходили, но там был очень мутный такой водянистый ответ, поэтому вот я сейчас отвечу здесь коротко. Это серьезный вопрос, я видел очень много, ездя по всяким там родственникам, друзьям, знакомым там, каким-то бывшим женщинам, дома, которые вот строили их там папы и гордятся вот этим вот, которые сделаны тоже вот такими людьми из серии, да мы знаем, да я у соседа видел, да я сейчас там все разберусь, я сейчас все построю. И количество, я не побоюсь этого слова, извините, пиздеца, в 90% вот таких строений, ну, оно просто зашкаливает. Вот эти вот дома, которые, ну, у нас абсолютно уже сколько про это писано, переписано тем же Виктором Профессором, дома вот с этим вот абсолютно ужасной там теплоемкостью и вообще энергоэффективностью, когда где-то стоит печка, там где стоит печка, там нечем дышать, ты выходишь в соседнюю комнату, там колотунище, даже когда на улице там минус 10. То есть люди абсолютно не понимая, не разбираясь, вот строят и потом этим гордятся, говорят, как круто, но реально жить в этих домах, вот с точки зрения современных реалий, то есть это вот дома на уровне, ну, я не знаю, там может быть каких-то криво построенных строений 50-х годов прошлого века. Сейчас это уже не серьезно, люди продолжают этим гордиться, фундаменты эти там, потрескавшиеся стены, потрескавшиеся фундаменты. Короче, что я хочу сказать. Первое, не занимайтесь ерундой, если вы ходите по видео и хотите, а скорее всего, я подозреваю, что люди, которые набирают фундамент из блоков ФБС, процентов из них ну минимум 50, пытаются принять это решение самостоятельно, так вот, не занимайтесь, короче говоря, херней. Я вам и говорю абсолютно вот, ну, уверенно в этом, потому что я изучал этот вопрос очень долго. Если у вас, я повторю еще раз, нету строительного инженерного образования, если вы сами не закрыли, в кавычках, да, я не знаю, с десяток, а лучше больше, реальных объектов разной сложности, начиная там от жилых домов на разных грунтах и заканчивая индивидуальным строительством, где вы инспектировали каждый миллиметр и участвовали не только в конструкторской там, я не знаю, какой-то архитектурной части, но и участвовали, то есть, в технологической части, да, то есть, понимали, как это делать. Либо у вас, не знаю, есть исполнители, которые могут это сделать, и вы знаете, как проэкспериментировать. Вот если вот этого нету, и вы хотите строить, продолжаете уверенно в том, что вы построите свой дом, вот, еще раз говорю, вы занимаетесь идиотизмом, это мое мнение. То есть, не нужно выбирать фундамент самостоятельно. Такие решения, это самая важная часть дома, такие решения предпринимаются, принимаются исходя из расчетов, геологоразведки, ну или как их там называют, да, геологических изысканий, там, топосъемки, исходя из, я не знаю, гидрологического состояния грунтов, исходя из того, какой вы хотите дом, какой будет проект, то есть, двухэтажный, одноэтажный и так далее и тому подобное. Поэтому, еще раз говорю, не занимайтесь ерундой. Такие вещи, такие решения должен принимать конструктор. Это раз. Теперь момент второй. Поэтому, отвечая на вопрос, да, сразу, почему я выбрал блоки ФБС? Чем они лучше, чем ленточный фундамент или, там, значит, подушка? Они лучше тем, что их выбрал конструктор. Все, баста. Теперь, по факту, вот, я сделал еще один каст, где я расскажу, проведу сравнение цен и расскажу, то есть, вот, сколько бы стоил такой же фундамент ленточный на вот этот дом. К сожалению, с другими фундаментами сравнивать не хочу, потому что я их не рассматривал, ну, по разным причинам. Сейчас неважно, то есть, там, какой-нибудь на свайный фундамент или, там, роз, фундамент на ростверке, например. Ну, свайный фундамент, я имею в виду не вот такой вот, на железных сваях, да, а на сваях, которые забивают, то есть, пригоняется техника и, там, бф, бф, вот такого характера, да, почему я, там, УШП не взял, то есть, тоже сейчас не будем. То есть, я сделал каст, где я проведу сравнение, просто, если это делать из, вот, на основании ленты такой же. И мы посчитаем и сравним. Сразу могу сказать, что даже если не считать, что для ленты нужна дорога, я про это говорил в своем предыдущем видео, потому что кран-то у нас был вездеход, а миксеры, миксеры, их надо было много и дорога на даче ужасная. То есть, чтобы они проехали, нужна была бы дорога, ну, либо очень дорогой насос длинный, но тоже вряд ли, потому что мы бы тогда таким насосом перекрыли основную дорогу, что тоже не вариант. Значит, вот, если даже не считать дорогу, строительство дороги к нам, то просто по ценам на бетон, на работы, на заказ насоса, на опалубку, на арматуру, это вышло бы дороже значительно. Поэтому был выбран фундамент на блоках ФБС. Но, повторюсь, что фундамент на блоках ФБС, значит, какие требования? это гидроизоляция, это, естественно, все это ложится на, не просто так, а на раствор, снизу, с боков все промазывается. Естественно, снизу и сверху должен быть армопояс. Вот тогда армированный, естественно. Ну, понятно, арма, да. Вот тогда это что-то из себя, вот, такое строение, то есть, такой фундамент, ну, можно говорить о какой-то надежности. Собственно, вот. Ну, видео, собственно, вы все посмотрели, оно должно было уже таймлапс пройти. По ценам я также запишу отдельный каст. Ну, на этом, собственно, все, конечно, ну, наверное, давайте в конце я еще немножко скажу про свои эмоции. Да, на том моменте, когда мы это сделали, еще раз говорю, что ребята, собственно, размещали блоки ФБС уже, монтировали их ломами, ну, подгоняли, да, потому что они постоянно все это проверяли там, нивелиром, уровнем, лески висели, то есть, естественно, они все это проверяли, мазали, наносили раствор. Что делал я? Я, соответственно, определял, какой блок идет следующим, чтобы нам выдержать правильную последовательность по схеме. Я, соответственно, бегал как-то келажник, эти блоки подцеплял, показывал коронавщику куда, соответственно, помогал их расцеплять внизу. Что я еще делал? Ну, а батя помогал с цементом, собственно, носил ведра эти. Вот, значит, когда я это сделал, то есть, уже до этого у нас была просто яма. Да, там был бетон, но была просто яма, и это выглядело, ну, скажем так, ну, никак. Вот на этом этапе, о котором я сейчас говорю, у нас уже была какая-то конструкция, то есть, что-то мы сделали, а по сути, я, во-первых, вообще думаю, что мы не успеем в этом году это сделать. Во-вторых, уже было что потрогать, что посмотреть, в-третьих, уже были примерно видны очертания дома, то есть, внутри можно было походить. Кроме того, ну, было вообще ощущение какое-то, что мы сделали некий какой-то подвиг. И, конечно, была вложена в это большая сумма, я про это тоже расскажу. И, конечно, в этот момент хотелось очень, ну, нажраться, откровенно говоря, потому что, ну, я не верил, честно, что мы это сделаем, и я, наконец, выдохнул. В чем была дальше проблема? Сразу забегая вперед скажу, во-первых, из-под этих блоков выкачивать воду и лазить между ними стало еще сложнее. Во-вторых, изначально мы про дренаж, ну, давайте про дренаж, наверное, расскажу отдельно, это будет отдельный касс, сейчас только про ФБС, но там будет тоже песня, над которой будет там над чем поржать. И, собственно говоря, ну, наверное, про эмоции тоже, да, все, то есть, основное я как бы вам сказал. Вот, друзья, на этом все. Жмите лайки, репосты, подписывайтесь на канал, можете задать мне вопрос на почту, все так же, как и раньше. Также я, скоро на канале будет очень много фотографического контента, и я буду давать некие платные консультации по фото теме. Ну и до встречи, ждем, ну и до встречи, увидимся в новых костах, пока.